Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем отвечать на ваши вопросы, приходящие на библейский портал Экзегет. С Божьей помощью мы сегодня постараемся вместе с вами задуматься, как правильно верующему человеку, хоть мужчине, хоть женщине, относиться, если над твоей молитвой начинают смеяться. Молишься дома, самые близкие начинают смеяться, смеются над благочестием и в первую очередь над молитвой. В транспорте проезжаешь мимо храма, верующий человек осеняет в себе крестным знамением, сразу на смешке находящихся рядом людей. Везде, где бы человек ни начинал молиться, он встречает на смешке. Как относиться к этому, как внутренне не оскорбиться, как продолжать любить всех людей и как не стесняться своей веры и своей молитвы? Вот на этот вопрос отвечает спятитель Николай Сербский Велимирович, чьи миссионерские письма я стараюсь достаточно регулярно зачитывать вам, дорогие друзья, в надежде, что наша мудрая зрительская аудитория заинтересуется его выдающимся произведением и тоже с ними познакомится. Письмо третье. Образованной верующей женщине, терпящей насмешки от своих близких. Вот что он пишет. «Отвечай на их насмешки улыбкой. Их насмешки исходят от злых сердец. Твоя же улыбка да будет беззлобной». «Насмешка всегда от незнания, а улыбка от знания. Насмешками они делают твою молитву вечному судье драгоценнее. Ибо нет для Господа молитвы дороже, чем молитва отважного сердца, окруженного стрелами злобы, ненависти, издевок и насмешек». Эти насмешки обоюдоустрые стрелы. Они притупляются от твоего мужества и острием возвращаются к стрелкам и наносят им раны. «Кто внимательно наблюдает за человеческими судьбами и событиями, знает, как сурово Господь наказывает насмешников над святыней». А ты скажи насмешникам своим, если считаешь, что слово будет для них лекарством лучшим, чем молчание. Скажи им так, не обманывает ли меня зрение или действительно я вижу, как вы каждый день молитесь торговцам, старостам и полицейским о своих нуждах. А чего же вы насмехаетесь надо мной, когда я молюсь вечному Творцу? «Разве молиться немощным не смешно?» То есть молиться немощным с просьбой, с молевой обращаться к таким же немощным, как и ты. «Разве это не смешнее, чем обращаться к Творцу всячески? «Разве не безумие поклоняться праху, а не жизнодавцу Господу?» Сказано где-то у пророка, «Проклят всяк, надеющийся на человека». Это у пророка Иеремии, 17 глава, 5 стих. «Очевидно, что тот, кто полагает упование на смертного человека, на этот мыльный пузырь, а не на Бога Вседержителя, проклят, и это проклятие, лежащее на нем и на доме его, заметно в каждый день его жизни. «Ясно также, что проклят всякий человек, молящийся только человеку, а не молящийся тому, кто все содержит и все может». «Но смотри, иногда молчание полезнее слов», — пишет святитель Николай Велимирович адресата своего письма. То есть он и советует, если считаешь нужным, скажи, но иногда молчание полезнее слов. «Первая насмешка ближних смущает молитвенную душу, но ты уже пережила ее и не оставила молитву. А следующая насмешка побуждает к молитве. Ты говоришь, что сама это испытала. Теперь тебе и Господь ближе, и церковь милее, и молитва слаще. «Знай, наступит время, когда насмешки прекратятся, а будет одобрение, удивление и благодарность». То есть те люди, которые смеялись, видя, как вы молитесь, как вы осеняете себя крестным знаменем, те люди, которые смеялись, потом от них же будет и удивление и благодарность. Но тогда, смотрите, обращая внимание, святитель Николай, тогда твоя душа окажется в большей опасности, чем теперь. То есть когда над вами смеются, над вашей верой, над вашей благочестием, хочется подчеркнуть, лишь бы оно не было показным. То есть когда показное благочестие такое, демонстративное, это как раз признак немножечко духовно нездоровой души, это состояние прелести. Отнюдь не об этом здесь идет речь в этом письме. Это всегда и всеми святыми отцами осуждалось, такое показное выпячивание свое благочестие, которое как раз признак именно ложного благочестия. Истинное благочестие всегда тихо и смиренно. А здесь речь идет о том, что когда насмешки прекратятся, а будет удивление и благодарность, святитель Николай пишет, тогда твоя душа будет больше опасности. Сейчас ты учишься смирению, а тогда тебе придется защищаться от гордости. Это уже другое испытание и другое искушение. То есть когда человеку верующему, старающемуся исполнять заповеди Божии, верному Богу, когда начинает уже восхищаться его верой, его благочестием, напрямую ему говорят, вот ты там в высокой жизни, ты такой подвижник и так далее, то душа находится в большей опасности. Это как бы уже удар врага немножко с другой стороны. «Знай именно те, кто мучают нас насмешками, наши враги, о которых сказал Господь, любите врагов ваших». Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. «Не зная, что делают, они делают нам добро. Огорчая и притесняя нас, они разжигают нас в факел божественного огня. Ругаясь вслед нам, когда мы идем в храм Божий, они подбегают нас ближе к Богу. Досаждая нам на земле, они делают нам небеса ближе и желанней. Мороз и ветер не желают дереву добра, но невольно приносят ему добро. Так же и враги наши». Поэтому советует святитель Николай адресату своего письма. А мне бы хотелось обратить внимание, дорогие друзья, это совет и каждому из нас. «Поэтому прости и благослови их, насмешников своих, и молись Богу за них, и люби их, как своих величайших после Господа благодетелей. В этом вершина любви». Призывает святитель Николай. «Благословить и молиться за тех, кто по неведению, сами не ведая, что творят, смеются, допустим, над вашей верой, над вашей молитвой, над вашим исполнением заповедей Божьих, над вашим соблюдением поста. Те, кто смеются по неведению, не ведая, что творят, молитесь и любите их. Не должно быть ненависти к этим людям. Но если душа твоя не потерпит этого ничтожного шуршания праха земного, постыдишься тогда перед Христом, когда он посмеется тебе, а не только люди и демоны. Чаще посещай дома скорби, посещай кладбище. Думай о кресте Христовом и прикладывайся к нему чаще. Думай о конце жизни. Все это поможет тебе укрепиться в молитвенном расположении и одержать победу. «Мир тебе и милость Божия». Вот такое мудрое письмо святителя Николая Велимировича. Едва ли можно к нему что-то добавить. Сочетаю вам, дорогие друзья, очень важное место и священное писание касательно как раз нашего вопроса. Вторая книга Царств, 6 глава, 16 стих. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно, и увидела царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, и уничижила его в сердце свое». То есть ковчег завета был движим, и святой царь Давид, он в своем ликовании, в таком восторге, можно сказать, детском восторге перед Господом молился и буквально скакал. Дорогие друзья, нам это примерно, мы можем себе представить, когда мы видим кадры, как накануне праздника Святой Пасхи в Святом Городе Иерусалиме, наши очень искренние, простосердечные братья-арабы, как они вокруг ковкли и гроба Господня, как они вот в веселье, вот скачут, пляшут, восклицают, что порой даже для человека непривычного к этому зрелищу может показаться, что это некое бесчинство. Они таким образом, вот восточные народы, искренне проявляют свою радость. И вот примерно так Святой Царь Давид скакал перед Ковчегом, а его жена Милхола, дочь Саула, уничижила его в сердце своем, то есть она посмеялась, осудила его. Принесли Ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для нее Давид, и принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирной. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству Израиля, от Дана даже до Версавии, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса, по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и приветствовала его, и сказала, и вот как она вот высказала ему, «Как отличился сегодня царь Израильев, обнаживший сегодня пред глазами рабы и не рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». Смотрите, какое вот жесткое такое вот, очень колючее обвинение. И сказал Давид Милхоли, «Пред Господом плясать буду, и благословен Господь, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утверди меня вождем народа Господня Израиля. Пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, пред служанками, о которых ты говоришь, я буду бесславен». Смотрите, как мудро ответил святой царь и пророк Давид, который составил псалтырь. Псалтырь Давидова — это выдающаяся духовная поэзия. Если наши обычные молитвы, некоторые святые отцы называют, если так можно условно сказать, молитвы — это как некая проза, то псалтырь Давидова — это поэзия. И вот как святой царь и пророк Давид, он не убоялся насмешки, насмешки своей жены, и он не побоялся, как он выглядит в глазах других людей. Настолько он благогрел перед Богом, и вот он говорит, что и плясать буду, ибо благословен Бог. И вот дальше очень важные слова. Заканчивается 6 глава 2 книги Царств, 23 стих. «И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее». То есть наказание Божие за насмешку над своим мужем, над царем Давидом, который таким вот образом выражал свою восторг и радость перед Богом, за насмешку над его молитвой Господь наказал ее бесплодие. К слову говоря, это тоже очень важный повод задуматься. В ветхозаветные времена бесплодие считалось великим наказанием Божиим за очень серьезные грехи. Поэтому не будем, дорогие друзья, стыдиться нашей молитвы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. «И у Милхолы, дочери Сауловой, дочери Сауловой, дочери Сауловой, дочери Сауловой» Сауловой, дочери 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 Сауловой